У всех на устах арбидол, вот как-то мадам арбидол, мадам арбидол, действительно это была такая вполне анекдотическая история, когда препарат, который считался всегда таким, что называется, БАДом, то есть, ну, в общем, такой относительно безвредный, но, в общем, вполне бессмысленный пищевой добавкой, ну, вот, деликатно и как-то, так сказать, снисходительно о нём говорили, что это препарат лёгкого иммунности. То есть, что называется, не умрёте, может быть, насморк пройдёт у вас не за неделю, а за 7 дней, а так, в общем, ничего плохого вам не будет. Лёгкого иммуностимулирующего действия, вдруг этот препарат, откуда ни возьмись, был объявлен панацеей от гриппа и при интенсивнейшем содействии государственных органов и с использованием огромного количества государственных средств, он был внедрён повсеместно. Ларчик тут открылся очень просто, потому что препарат этот производился фирмой «Фармстандарт», которая была небезразличной госпожей Голиковой и вице-премьеру Христенко, который состоит с госпожей Голиковой, не побоюсь этого слова, в супружеских отношениях. Они являются мужем и женой. Вот. И вот этот самый орбидол, конечно, навсегда остался нарисованным огромными огненными буквами на лбу госпожей Голиковой. Останется до сих пор, но это не помешало назначить её ровно туда же, в ту самую счётную палату, которая пыталась с этим орбидолом много раз разобраться. Субтитры сделал DimaTorzok